Привет всем, снова с вами Сахалинец. Сегодня 21 января, воскресенье, и честно говоря, я собирался на этих выходных съездить в Кузино-Волгу, чтобы порыбачить на окуня, может судака, но погода внесла свои коррективы, выпал огромный снег, был у нас очень большой снегопад, все дороги стоят, грузовые машины стоят, пробки, и поэтому я не рискнул ехать далеко. А срулил на затон, который вы часто видите в моих летних рыбалках, это затон 25-летия октября, если не ошибаюсь, правильно сказал, в простонародье Кока-Кола. Вот, подъехал тут недалеко от моего дома, и основная цель это хоть что-то поймать, да начать более-менее сезон 24-го года по зиме. Что и как смотрите в этом видео, поехали! Ну вот я прибыл на место, на этот самый затончик. Вот мы видим то, что рыбачки сидят. Конечно, основная масса находится вон там, на вытеке из затона в основную аку. Ну, я в толпе сидеть не хочу, поэтому сделал пару лунок ближе к берегу, затем первым делом опустил камеру, посмотрел, что там есть, и было видно то, что всякие мелочевочки, типа окушки присутствуют. Возле дна плавают там, пучат глаза в камеру. Вот, поэтому, скорее всего, я начну ловлю. Именно с насадочной смысли, то есть, половина мотыля. Вот такая удочка, это унифрост 1 от Lexa. Мормышка, тёмненькая, лёгенькая. И, кстати, на удочку я намотал новую леску. У M-Company вышла новиночка. Вот такая вот Tornament Pro. Будем пробовать. Прозрачная, тоненькая, надеюсь, что крепкая. Вот, а что, берём мотылька и будем пробовать кого-нибудь вычмите. На первой же проводке получаем первую шут поклёвку. Ну, это тот, кого мы увидели в камеру. Местный страшный, болезненный окушок. Ну, что, кто бы сомневался в том, что он откажется от мотыля. Ну, проверим. Может, ещё что-то там есть. А пускай, пускай, не могу опустить. А почему не могу опустить? Да потому что вот такая вот хренья уже сидит. Блин, это же кошмар. Толщу воды взял. Ладно, топим. Ударчики постоянные. Ну, вот, пожалуйста. Там и вы, видно, собралась нехило куча. Ну, больно уж мелко. Ну, что же тут такое? Не обхуням. Ой, не кошекам. Не себе на сковородку. И постоянная возня с этим мотылем. Я думаю, то, что будет видно. Хотя, не знаю. Что-то темно ещё не рассвело видно. В общем, маленькая мормышечка. Один мотылик. И глубина порядка, наверное, полутора. Максимум двух метров. Проводка, как всегда, такой лёгкий кач. Ух ты! Вот это были ударчики интересные. Ну, что это за рыба? И почему не засеклась? И сразу. Видно, что там мелкая очень теребонькает мотылика. А вся проблема в том, что я даже не знаю, над личинком у меня сейчас нормально сидит или уже выгрызли её. Вот в этом самое, наверное, большое неудобство в насадочной снасти. Поэтому, скорее всего, сейчас попробую перейти на безмотылку. Конечно, вот что и клевать, когда мотыля уже нет на крючке. Видно на улице морозит, потому что луночка-то подмерзает. Ага. Эх, исход. А поклёвка была такая, более-менее уверенная. Ну, что, я не могу сказать, что клюёт с одного, как говорят в языке. То есть, очень хорошо. Но пока не скучаю. Кстати, я тут ради эксперимента прикормил две лунки. В одну бахнул уже готовую формованную прикормку. Такую шарикам. Вот, у неё там эффект гейзера, по-моему. Есть у меня обзорчик на эту прикормку. Анбоксинг. Вот. Она должна на дне там как-то распадаться, пылить. Вот. А второе, сыпучая, простая, по-моему, Дунаев. Но я лопухнулся немножко, потому что, наверное, стоило ближе к берегу сыпучую засыпать, а уже на более глубокое место кинуть бомбочку. Ну, посмотрим. А пока пробуем без мотылку. Опа. Есть. Машкина мормушка обрыбленная. И причём, посмотрите, каким хорошим кашком. Красавчик. А почему Машкина мормушка? Сейчас объясню. Дело в том, что вот эту мормушку мне купила доча. Она была на каком-то мероприятии там по работе, зашла в магазин и попросила, точнее попросила, сама выбрала и сама купила три мормушечки. Вот это одна из них. Геометрия для меня, честно говоря, новая, потому что цепляется мормушка где-то ближе к хвосту, имеют тельце интересное. И на цевье, это без мотылка, есть жёлтый арбузик и белый кембрик. Но арбузик настолько мало, то что, я думаю, тут большей привлекалочкой является кембрик. Блин. Вот, в принципе, погода хорошая, но лунки поднализовать быстро, видно. Мороз здесь есть. Вот, мормушки все разные, Анютка мне приобрела. И это проба, так сказать, у них. Оснастил я Lex UniFrost, но это уже вторая генерация. Вот, так что правильную дочу я себе вырастил. И, кстати, про температуру. Вот сейчас фотографировал этого окушка маленького, и буквально, ну, сколько, на минуту, может, я с ним тут возился, он уже начал покрываться иним. Так что, быстрее-быстрее цепил, малыша и отправил обратно в лунку. Ну, а пока я пытаюсь вымочить очередного полосатика, или, может быть, даже сооруженную, давайте я вам расскажу, как у меня складывается этот сезон 2023-2024 зимний. Начался он ужасно, честно говоря. Ну, в принципе, съездили с Укузи на Волгу. Я тогда поймал пару окушков из Чуренка, и после этого наступили черные дни. После этого, значит, я поехал один на небольшой прудик поискать окушка, и был пойман всего лишь один полосатик. Первой поклевкой, по-моему, она идет весь островой. Не может быть, Витя, она-то такой крупной. Не она, а он. Вот такой вот. Еще и куском какой-то фигни. 1-0. Далее хуже. Поехали на платник с Ильюхой. Попробовать половить форель. Ни хрена, ни поклевки. Вообще ни потычки. Вот. И уже без него в следующий раз я уехал на чистые пруды тоже попробовать половить форель. С ней, конечно, возникли некоторые трудности, потому что не ловил никто. Вот сколько я смотрел, там и поставухи были. А нет, один мужик с москов на чистой воде выловил одну на балансир вертикально. Я посмотрел на него тоже, пошел на текучку, и на колеблющуюся подделку от Косодаки на Вильямс с посадкой червя от Раут Хантера. Пульс. Вот. Получил несколько поклевок, но сходу. Разумеется, ничего. Я простой зимней снастью пытался делать забросы. Вот. Посидел, помучился, смотрю, все, значит, бегают, никто ничего не ловит. Пошел на возращущее на тех же чистых прудах. Вот. И там уже ушел от нуля, причем ушел достаточно неплохим окунем. Опа. Есть. Селый, причем с таким ударчиком хорошим. Что-то немаленькое. О. Вот это вот окунь. Ну вот. Наконец-то Вадик сегодня что-то поймал классное. Вот какой красавец. Затем наступили новогодние праздники. И тут случилась природная жопа. Планировал много планов было, конечно, и поездить здесь, и в Ветлуге хотел отдохнуть, сходить на рыбалку. Но завернули морозы Надюшка у меня приболела. Поэтому все праздники мы тупо просидели дома. Вот. Так что сегодня можно сказать открытие зимнего сезона. Потому что более-менее полноценная рыбалка. И уже какое-то количество рыбы поймано. Продолжаем искать. Продолжаем буриться. И надеемся, что будет что показать в этом фильме. Ага. Ну и где рыба? Где рыба-то? Ты сказал, здесь рыба дофига. Секунду. Да, где-то здесь. Ну так я пришел на рыбалку, разумеется, не тут. Что, ищем? Да. Я поймал, поймал. О, блин. Не, камера, наверное, не сфокусируется. Слишком велик трофей. Ну, от нуля ушел. Слушай, у нас еще интересно, вот сколько я смотрел сегодня в камеру и видел сорогу, но еще ни одной поклевки ее не было. То есть окушок как-то поактивней был. ух ты как она вот это да. Еще на подъем как-то снизу видать била. Не, просто этот кивок вверх. Опа, видал? ну это опыт. Вон, что делает. Опа, ты же моя моя. О, ты оперный театр. Слушай, он такой даже, ну я не знаю. Ты же моя точно. Кошмар, конечно. Нет, кошмар. Пятнистый кошмар. Бери своего мотыля иди отсюда. Ага, обуривать пришел. Конечно, тут такой жор идет. Не, это, конечно, кошмар. Он еще в заглот берет. И как из него выковыривать теперь пляха. Это вообще как бздец. какой же он страшный, а? Красивый попал. Это вообще его руками я не знаю страшно брать. Подстригай тогда. Монстр ёпти. Беги. Недоразумение. Кошмар. Ну, пожалуй, последнее на сегодня попробую поймать. И, наверное, хватит. Ой, ё-моё. Ой, кошмар какой. Ну, вот, пожалуй, на сегодня и хватит. Несмотря на то, что на улице градус не показывает около 13-14 холода, ветер противный, очень холодный, моськи леса начало замерзать, да я не могу сказать, что клёв такой уж большой, что от него уходить неохота, вот. Но всё равно мне понравилось, вышел на реку, потому как давно уже об этом мечтал, половил окушков. Самое главное, потестил леску Тормундпро, которую показывал. Леска мне понравилась, она тонкая, она мягкая, она достаточно неплохо работает вместе с самыми лёгкими мормышками. Ну, а насчёт мормышек, самое главное, что разловил сегодня одну из тех, которая мне была подарена вот. Надеюсь, что это начало данного сезона зимнего и далее рыбалки будут лучше. На этом разрешите откланяться, с вами был Сахалинец, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok